уже ли лево дина дана попросим уже может быть уже звук включать у кого отключен одна минута или ждем еще давайте одну минуту еще все-таки подождем технически какие-то проблемы ровно начнем чтобы была без нарушений не отвлекай меня уважаемые коллеги здравствуйте у нас с вами первый опыт проведения комиссии онлайн поэтому если какие то вопросы мы с вами их обсудим на основании решения городского совета депутатов от 24 0 4 2020 года номер 53 349 р об утверждении порядка работы ачинского городского совета депутатов при введении ограничительных мероприятий связанных с угрозой возникновения и распространения инфекционных заболеваний заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению проводится дистанционно в режиме видеоконференции связи с использованием программного средства зум с обязательной аудиофиксации голосование по рассматриваемым вопросам принимается путем поименного голосования без использования электронной системы подсчета голосов для этого я после объявления о голосовании начну поочередно называть фамилию депутатов а депутат фамилия которого названа мной заявляет о своем решении по рассматриваемому вопросу за против или воздержался коллеги сразу прошу прощения буду без имя отчества потому что там достаточно долгий процесс поэтому сразу извините одну фамилию согласно положению постоянных комиссиях ачинского городского совета депутатов утвержденному решением ачинского городского совета депутатов от 25 0 9 2015 номер 24 с состав постоянной комиссии по местному самоуправлению развития институтов гражданского общества законности правопорядка защиты прав граждан информационной политики входит входит в двенадцать депутатов присутствуют хотя на десять я так понимаю да присутствует 10 отсутствует два депутата таким образом форм для для заседания комиссии имеется на повестке дня следующие вопросы первое о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города ачинска второе о назначении состав конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города ачинска третье о внесении изменений в решение ачинского городского совета депутатов от 25 0 9 2015 номер 24 о постоянных комиссиях ачинского городского совета депутатов четвертое о награждении почетными гражданами ачинского городского совета депутатов пятое о награждении благодарственными письмами ачинского городского совета депутатов Какие будут предложения по повестке дня? В целом принять заслову. Предлагаю утвердить повестку, которая имеется в материалах комиссии. Прошу голосовать. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа депутатов, присутствующих на комиссии. Чернышенко за. Шрапаков отсутствует. Вавилова. Серега, меня слышно? Да, да, да. Почетче, пожалуйста, чтобы тема расслышала. Горшунов. Да. Шаров отсутствует. Кузнецов. За. Куликов. За. Лок. За. Любкин. За. Зерегенко. Да. Талай. За. Токарев. Александр Иванович. Да. Все. Решение принято единогласно. Да. Совершенно. Так. Другие предложения по повестке дня. Если предложения нет, повестка дня утверждается. Переходим к рассмотрению вопросов повестки заседания. Первый вопрос повестки дня о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Ачинска. Вашему вниманию предлагается проект решения городского совета депутатов о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Ачинска, который подготовлен в соответствии с положением о порядке проведения конкурса по отбору главы города Ачинска, утвержденного решением городского совета депутатов. Принятие проекта обусловлено необходимостью соблюдения положения федерального и краевого законодательства, согласно которым глава муниципального образования в Красноярском крае избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. При этом конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Ачинска назначается решением Ачинского городского совета депутатов. Есть ли вопросы? Максим Николаевич присоединился к нам. Есть ли предложения? Тогда предлагаю проголосовать за вынесение проекта решения городского совета депутатов о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Ачинска. Городского совета депутатов и рекомендовать принятию. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа депутатов, присутствующих на комиссии. Чернышенко за, Шпаков за, Павилова за, Горшунов за, Кузнецов за, Куликов за, Лок за. Любкин за, Зереденко за, Талай за, Токарев за. Дмитрий Евгеньевич, скажите, вы против, да, проголосовали? Против, против. Тогда у нас 10 за, 1 против. Так, решение принято. Второй вопрос в повестке дня о назначении в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Ачинска. Вашему вниманию предлагается проект решения Городского совета депутатов о назначении в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Ачинска, который подготовлен в соответствии с положением о порядке проведения конкурса по отбору главы города Ачинска, утвержденного решением Городского совета депутатов от 21.08.2015 года, номер 77.512р. Принятие проекта обусловлено необходимостью формирования конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Ачинска. В соответствии с пунктом 2.1 положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Ачинска, конкурсная комиссия формируется в составе 6 человек, половина из которых назначается решением Городского совета, а вторая половина – губернатором Красноярского края. Напомню, что в соответствии с вышеназвенным положением членом комиссии не может быть лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации, не достигшее его розраста 18 лет на день формирования комиссии, признанное вступившим в законную силу решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным, а также лицо, подавшее заявление об участии в конкурсе по сбору кандидатур на должность главы города Ачинска. Более никаких ограничений не установлено. Членом комиссии может быть любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет. Комиссия должна быть сформирована в полном составе не позднее, чем за один календарный день до проведения дня конкурса, и формой работы комиссии является заседание. Заседание комиссии считается правом мощным, если на нем присутствует более 2-3 ее состава, 5 человек. Решения комиссии принимаются большинством голосов от установленного числа ее членом открытым голосованием. Какие есть предложения по кандидатурам в комиссию? Я предлагаю кандидатуру Виктора Константиновича. Мачехина Сергея Михайловича, Ирина Владимировна, Юрий Александрович, пожалуйста, вы хотели? Нет, я не просил слова. Дмитрий Сергеевич, не вижу просто у вас знака какого-то. Я тоже просил слова. Я хотел бы включить комиссию следующих лиц. Значит, слышите меня? Да, сейчас да. Слышно, можно высказываться. Значит, Куликов Дмитрий Евгеньевич, Грибин Борис Иванович и себя, Кузнецова Дмитрия Сергеевича. Напоминаю, что голосовать будем по каждому предлагаемому кандидату в порядке предложенных кандидатур. Хорошо. Дмитрий Сергеевич, Грибин Борисович, Грибин Борисович, Грибин Борисович. Да, я так понимаю. Ну вот мы увидим Евгению Михайловича, Елену Владимировну. Согласие получено, да. Согласие получено. Есть ли еще предложения по кандидатурам? Значит, у нас с вами предложено шесть кандидатур в состав конкурсной комиссии. За каждую кандидатуру голосуем отдельно. Начинаем голосовать с первой кандидатуры предложенной. Кандидатура Зыкова Виктора Константиновича. Предлагаю голосовать. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство числа депутатов, присутствующих на комиссии. Ну, это мы уже в конце посчитаем. Чернышенко Лилия Владимировна Зазыкова. За. Шпаков. За. Вавилова. Вас не слышно было. Ирина Владимировна, да. Ирина Владимировна, у вас не слышно было. За. А Горшунов. За. За. Дмитрий Сергеевич Кузнецов. Дмитрий Сергеевич, не слышно. У меня совершенно звук плохой. Я слушал, за кого мы сейчас голосуем? Зыков Виктор Константинович. Дмитрий Сергеевич. Зыков Виктор Константинович. Это мы сейчас за членов комиссии. Правильно голосуем? Да. Член комиссии, первый член Зыков Виктор Константинович. Но я против. Против. Куликов? Куликов за. Нет, 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 нет. Подождите, это сейчас голосует. Голосует Куликов. Куликов. Против. Против. Лок. За. Любкин. За. Азеригенко. За. Талайк. Ксения Григорьевна. За. Сокарев Александр Юрьевич. За. В итоге голосования. Статьяна, скажите нам. 9 за, 2 против. 9 за, 2 против. А вторая кандидатура. Мачехин Сергей Михайлович. Чернышенко. За. Шпаков. За. Вавилова. За. Горшунов. За. Кузнецов. Против. Против. Куликов. Против. Против. Лок. За. Любкин. За. Азеригенко. Владимир Иванович. Талайк. Ксения Игоревна. Талайк. За. За. Локарев Александр Юрьевич. За. 9 за, 2 против. 9 за, 2 против. Так. Кандидатура Вавиловой Ирины Владимировны. Так. Противление считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа депутатов, присутствующих на комиссии. Чернышенко. За. Шпаков. За. Вавилова. За. Горшунов. За. Кузнецов. Против. Куликов. Дмитрий Евгеньевич. Против. Против. Лок. За. Любкин. За. Азеригенко. За. Талай. За. Токарев. За. Дверь. Следующая кандидатура. Куликов Дмитрий Евгеньевич. Чернышенко. Против. Шпаков. Против. Павилова. Против. Горшунов. Против. Кузнецов. За. Куликов. За. Лок. Против. Любкин. За. Азеригенко. Против. Талай. Против. Токарев. Против. Получается, три за, восемь против. Восемь против. Следующая кандидатура. Гребенюк. Борис Иванович. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство числа будет депутатов, присутствующих на комиссии. Чернышенко против Шпаков. Еще раз. Против. Против. Вавилова. Против. Горшунов. Против. Кузнецов. За. Куликов. За. Лок. Против. Любкин. Воздержался. Воздержались. Азеригенко. За. За. За, конечно, Борис Иванович хороший. Шалай. Против. Токарев. Против. Сейчас, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, так, семь, против у нас, три, за. И один воздержался. Следующая кандидатура для голосования. Кузнецов Дмитрий Сергеевич. Чернышенко против Шпаков. За Кузнецова голосовали. Нет. Куликов. 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 Шпаков, Артем Николаевич, мы не услышали. Против. Против. Вавилова. Против. Горшунов. Против. Валерий Сергеевич присоединился. Да. Где? Где, 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 я не вижу. Ну, по крайней мере, я его принимала. Ну, у меня пока нет. Ну, если появится, я спрошу. Кузнецов Дмитрий Сергеевич. Дмитрий Сергеевич, да. Куликов. Лоб. Против. Любкин. За. Азереденко. Против. Салай. Против. Токарев. Против. Ну, у второго Валерия Викторовича я так и не увидела. Да, видать, он отсоединился. Я его приняла, но я тоже его не вижу, да. Тогда результаты? Тогда получается три за у нас и девять, девять, ой, простите, восемь трусов. Восемь, да? Три, да? Значит, по результатам проведенного голосования в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Ачинска включены следующие депутаты. Зыков Виктор Константинович, Мачехин Сергей Михайлович и Вавилова Ирина Владимировна. Мы определились с вами с составом конкурсной комиссии. Предлагаю проголосовать за вынесение проекта решения городского совета депутатов о назначении состав конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Ачинска и включения в состав конкурсной комиссии Зыкова Виктора Константиновича, Мачехина Сергея Михайловича и Вавилову Ирину Владимировну. На сессию городского совета рекомендовать к принятию. Прошу голосовать. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от членов депутатов, присутствующих на комиссии. Чернышенко за, Шпаков за, Вавилова за, Горшунов за, Кузнецов за, Куликов за, Лок за, Азереденко за, Халай за, Токарев. Да. Здесь за, один против. Здесь за, один против. Здесь решение, решение принято будет. Третий вопрос повестки дня о внесении изменений в решение Ачинского городского совета депутатов от 25.09.2015 года номер 2.4Р о постоянных комиссиях Ачинского городского совета депутатов. Вашему вниманию предлагается проект решения городского совета депутатов о внесении изменений в решение Ачинского городского совета депутатов от 25.09.2015 номер 2.4Р о постоянных комиссиях Ачинского городского совета депутатов. Внесение изменений связано с поступившим 7 октября 2020 года заявлением от депутата городского совета депутатов Куликова Дмитрия Ельиницы о включении в состав постоянной комиссии по финансам, бюджету, налоговой политике и собственности Ачинского городского совета депутатов. Есть ли вопросы? Предлагаю проголосовать за внесение проекта решения городского совета депутатов о внесении изменений в решение Ачинского городского совета депутатов от 25.09.2015 года 24-р о постоянных комиссиях Ачинского городского совета депутатов на сессию городского совета депутатов и рекомендовать к принятию. Прошу голосовать. Решение считается принятым, если бы не вы проголосовало большинство от числа депутатов, присутствующих на комиссии. Чернышенко за Шпаков. Куликов. Лук. Любин. Любкин. Азериденко. Талай. Сокарев. Лук. Любин. Любин. Учебного и воспитательных процессов. Многолетний плодотворный труд. Начальник линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на станции Ачинск, полковник полиции, на сотрудников отдела в связи с празднованием Дня сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации Ачинский на сотрудников отдела в связи с празднованием Дня сотрудников внутренних дел Российской Федерации. Есть ли вопросы? Документы были представлены нам. Людей, которых мы все прочитали, если кому было интересно. Проголосовать за вынесение проекта решения городского совета депутатов о награждении почетными грамотами городского совета депутатов на сессию городского совета депутатов и скомендовать с принятием. Прошу голосовать. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от членов депутатов, присутствующих на месте. Чернышенко за. Шпаков. За. Павила. За. Коршунов. За. Гусаров. О, нет. Кузнецов. За. Куликов. Нет, друзья. Лок. За. Людей. За. Азереденко. За. За. Талай. За. 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 Прошу простите, я не услышала Дмитрия Сергеевича и Дмитрия Евгеньевича. Да. Кузнецов. За. 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 Дмитрия нагласна. Решение принято. Единогласна. attaché makster. за высокие показатели и оперативно-служебной деятельности, личную дисциплинированность, а также в связи с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Есть ли вопросы? У нас также документы будут предоставлены на кого предоставляют. Предлагаю проголосовать за вынесение проекта решения Городского совета депутатов о награждении благодарственными писанами Городского совета депутатов на сессию Городского совета депутатов и рекомендовать к принятию. Других предложений нет? Нет. Прошу голосовать. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство из числа депутатов, присутствующих на комиссии. Чернышенко за. Шаков? За. Валилова за. Ршунов за. Кузнецов за. Куликов за. Ксения Юрьевна за. Ксения Юрьевна за. Людкин за. Азельденко за. Халай Ксения Юрьевна за. Токарев Александр Юрьевич. За. Елена Глазова. Решение принято. Заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению и развитию инструкторов гражданского общества законности правопорядка защиты прав граждан и информационной политики городского совета депутатов объявляется закрытым. всем спасибо за работу наш первый с вами опыт онлайн проведения надеюсь все таки лично скоро мы все встретимся после того как наша эпидемия закончится надеюсь что этот формат будем продолжать и дальше ну все таки скорее всего скорее всего да ну как нам обещают до лета да ну все таки давайте в принципе какие то вопросы я смотрю мы вполне здесь можем обсуждать и хорошо все друг друга слышим информация до нас доносится я думаю что и при проведении сессии 30 числа да мы с вами уже это некая такая суррогатная форма общения да много она не позволяет всем сразу высказаться зато мне кажется нас очень дисциплинирует да вы хотите нам что-то сказать я хотела вам сказать что сегодня мы выточнее провели заседание комиссии без участия журналистов 30 сентября мы пригласим и выведем прямую трансляцию для того чтобы присоединились к вашим обсуждениям журналисты города точнее они присоединятся не смогут они просто будут наблюдать как будет происходить заседание но сейчас ваше разрешение я бы хотела взять небольшую синхрону вас для наших коллег журналистов они меня попросили чтобы мне несколько слов по впечатлению как сейчас прошло я просто прям буду вас записывать на видео мы открыты для общения я включаю запись первое заседание к пистии в новом таком формате скажите пожалуйста какие впечатления у вас как у председателя комиссии все-таки насколько работоспособная вот эта система удаленного взаимодействия депутатов ну это вот как бы не только мне кажется мой первый опыт у всех депутатов нашей комиссии конечно мы переживали за технические возможности но мы вели подготовку не совсем привычный формат все-таки личное общение она позволяет более открыто обсуждать но в связи с обстоятельствами я думаю что мы начнем работать и возможно даже чаще в таком образе встречаться что позволяет не покидать даже свои рабочие места и надо вливаться в этот ритм работы нам показывает этот пример и президент правительство и если они могут управлять страной онлайн то я думаю что принимать какие-то важные вопросы решения мы также в состоянии пожалуйста коллеги все всем спасибо за работу информация раздана разослана до встречи с вами берегите себя не болейте спасибо до свидания до свидания до свидания